Привет! Меня зовут Полина и я наконец вернулась к старой рубрике, в которой я разбираю ваши работы и помогаю их улучшить. В моем сообществе ВКонтакте есть альбом, куда вы можете выкладывать свои рисунки. Ссылочку на него я оставлю в описании к ролику. Возможно, именно ваш рисунок попадет в следующий разбор. Хочу сказать, что эта рубрика дается мне на самом деле порой очень непросто, потому что, во-первых, очень часто я начинаю работу просто перерисовывать в своем стиле, хотя изначально идея была не в этом. Я думаю, что на это посмотреть, конечно, бывает тоже интересно. Напишите как раз в комментариях свое мнение по этому поводу, но, как я уже и сказала, первоначальная задумка была в другом. Во-вторых, хоть я и закончила 5 классов художки и 2 курса художественного университета, мне часто кажется, что моего уровня не хватает для должного разбора работ, но все же какие-то моменты я могу подсказать. И именно из-за этого я постоянно откладываю эту рубрику в долгий ящик, хотя вы мне периодически напоминаете о ней. И, наконец-то, я решилась возобновить ее и хочу попросить вас не воспринимать эти замечания всерьез и мои советы как профессиональную критику. Тут я скорее делюсь своим мнением, которое не всегда может быть конструктивным, с чем-то вы можете не соглашаться. И поскольку я уже сказала, что мой скилл еще не такой высокий, как хотелось бы, многие ваши работы я отсеиваю и беру те, в которых я точно уверена, что смогу посоветовать что-то дельным. И сегодня я остановилась на работе с Дами, которого первое я уже не раз рисовала, и который второе нарисован в реализме без какой-то сложной композиции. Поскольку большинство своих работ я рисовала как раз именно в реализме, и именно в нем я уверена. И поскольку с композицией у меня есть определенные проблемы, да. И начать я сперва хочу с хороших сторон работы. И самое явное здесь это то, что Дамиана тут очень хорошо узнаваем. Автор замечательно передал его черты. Цветы хочу отдельно похвалить. Мне нравится палитра работы, она довольно сдержанная и чистая. Правда, возможно, стоило бы добавить фон, чтобы освежить работу. Или просто накидать каких-то оттенков к белому цвету, чтобы фон выглядел живее. Но тут уж как вашей душе будет угодно. Что я хочу посоветовать? Первое. Не бояться четких линий, не бояться жестких краев. Если приглядеться, можно заметить, что в работе чувствуется мыльность. Это видно и в бровях, и в одежде, в волосах, в ушах. Могу предположить, что автор хотел сделать акцент на лице, размылив остальные элементы на рисунке. Однако лично мне не совсем понятно, так это или нет. В первую очередь давайте разберем, как рисовать глаза. Долго акцентировать внимание на этом я не буду. У меня есть отдельные ролики на этот счет. Просто обозначу основные моменты. Не забывайте, что глаз это шар. Веки имеют толщину и повторяют форму глаза, поскольку его огибают. Верхняя века перекрывает нижняя, и из-за этого на слизистой нижнего века у внешнего уголка глаза образуется тень. Во внутреннем уголке глаза есть слизистая, которая имеет смешное название «слизное мясцо». В этой области часто, если не всегда, образуются блики, поскольку это влажная часть глаза. Заметьте, что блик на глазах располагается на противоположной стороне от рефлекса, поскольку свет проникает как бы сквозь глаз и дает свечение на противоположной стороне радужки. Так глаз выглядит более живым. Возьмите это на заметку, если раньше не замечали этому. И хочу сказать, что сперва я взялась за старое и хотела вот уже начать опять полностью перерисовывать работу, но потом я остановилась, стерла то, что я начала делать глазами и заново стала их лепить более аккуратно и ненавязчиво. Чтобы легче было разобраться с пропорциями и анатомией, сначала лучше простроить работу, особенно если вы новичок в этом деле. Для наглядности поверх рисунка я простроила лицо и чуток показала построение в области шеи и груди. Надеюсь, так вам будет немного понятнее. Чуть позже я пройдусь более подробно по мышцам шеи и ее строению. А пока хочу повторить, что в работе не хватает четкости, поэтому я поправила локоны у лица, сделала их тоньше, тетче и добавила волосков бровям. Так они выглядят, мне кажется, более графично. Кончик брови я затемнила, а ее основание осветлило. Не скажу, что последнее делать обязательно, но так, мне кажется, брови выглядят более натурально. Что касается локонов у лица, советую вам играться с толщиной и где-то их рисовать потоньше, где-то потолще. Так они выглядят более динамично. И да, если вам станет интересно, какими кистями я пользуюсь, поскольку мне часто задают вопросы на этот счет, я оставила в написании ссылку на файл с кистями, вы можете их скачать и потестить. Использую в качестве покраса я практически только одну кисть, она похожа на круглую, но по краям она будет немного сплюснута. Я скачала ее у Величко еще года три назад, и до сих пор она остается моей самой любимой, поэтому, если вам интересно, то welcome. А пока что хочу заметить то, что автор не забыл обозначить толщину века и слезное мясцо, но читается оно весьма плохо, поэтому я добавила в них немного цвета и контраста. Оригинал работы, кстати, не прилагали к рисунку, но я сразу поняла, какую фотографию использовали в качестве референса. Не могу сказать, какого цвета были тени на глазах, но я лично люблю избегать черного цвета в работах, поэтому добавила более чистый коричневый на глаза, а точнее на верхнее веко. Это уже дело вкуса, конечно, с одной стороны, но с другой стороны, благодаря более светлым оттенкам всегда остается запас в тоне, и при возможности, если понадобится, вы сможете что-то где-то утемнить, чтобы показать контраст или объем. Ведь если взять сразу глубокий черный, темнее оттенка положить на работу вы уже не сможете. Это небольшой совет. В нос и губы я добавила больше цвета, а также более наглядно показала объем в области губ. Не забывайте, что нижняя губа это не отдельно вырезанный фрагмент лица. Воспринимайте ее и кожу рядом с ней, как общий объем, поскольку можно сказать, что в целом нижняя губа это цвет, который ложится на общую форму нижней челюсти, а вовсе не отдельный объем. Что касается ушей, это головная боль многих начинающих художников, насколько я замечаю. Как видите, для них я использовала референсы, где гораздо лучше видно уши, нежели на оригинале. Советую вам делать так же, если вы не уверены в том, что видите. Однако, если вы не знаете их строение, нарисовать уши все равно будет сложно. Поэтому советую вам глянуть обучающий ролик у меня на канале о том, как их рисовать, в котором я постаралась максимально ответственно подойти к этому вопросу и даже нарисовала единственную пока что в своей жизни анимацию к видео. Обязательно его посмотрите, если не уверены в своих познаниях. Грудную клетку и шею я сильно не меняла, а лишь конкретнее обозначила мышцы шеи и яремную ямку. Эта ямка находится между ключицами. Как я и говорила уже ранее, чтобы вам легче было разобраться с пропорциями и строением тела, я нарисовала примерную схемку, которая подчиняется анатомии в этой области. У шеи есть две основные мышцы, которые обычно лучше всего читаются при рисовании. Это мышцы, которые крепятся сверху шеи, за территорией уха, и спускаются к центру шеи в области ремной ямки и крепятся к грудине рядом с основанием ключицы. Небольшой многоугольник-треугольник под ключицами, которая дальше переходит в тело грудины и скрепляет ребра. Но эти мышцы, ключично-сосцевидные, имеют еще одно место крепления, про которое все забывают. Где-то от середины или даже от нижней третьей части этой мышцы отходит отлетление, которое прикрепляется к рукоятке ключицы. Очень сложное предложение. За счет этого в пространстве между хвостиком этой мышцы и основным ее телом образуется ямка углубления. Думаю, увидев иллюстрации, с примерами вам станет понятно, о чем я говорю. Если вы попробуете у зеркала напрячь шею, то очень хорошо заметите у себя и строение этой мышцы, и ямки по каждую сторону от них. Это что касается шеи. Если говорить о грудной клетке, то я добавила на нее света, поскольку она больше будет обращена к нему, чем, например, шея. То есть, если источник света будет находиться сверху, то шея будет меньше освещена, ведь она находится вертикально по отношению к полу, а грудь имеет небольшой наклон, за счет чего освещается более интенсивно. С пиджаком было работать сложнее, его я скорее перерисовала на свой лад, но если говорить в общем, то я хотела, как и в остальные элементы рисунка, добавить резкости. Я заметила небольшое зеленое пятно на правом плече, и могу предположить, что автор, наверное, хотел показать таким образом свечение пиджака, но тогда его должно быть сильно больше. Я решила это пятнышко взять за основу и покрыть этим цветом весь пиджак. Да, тут я, возможно, переборщила и переначала костюм по своему вкусу, поэтому не будем, пожалуйста, это считать за такое уж видимое исправление, и надеюсь, что вы мне простите этот грешок. Но если опираться на референс, то на этом пиджаке можно показать уйму бликов и узоров. Однако я не стала высоко детализировать его, иначе это заняло бы уйму времени. Но небольшой намек на текстуру костюма я оставила, а детализировать его можно еще очень и очень долго. Чтобы силуэт не казался таким вырезанным на белом фоне, края пиджака и в дальнейшем волос я немного размылила и осветлила. Заметьте, если вы рисуете темный силуэт на светлом фоне или в окружении светлого помещения, не забывайте о рефлексах от окружения, тогда вы сможете избавиться от этой вырезанности, как бы сказать. И фигура будет более органично вписываться в окружающее ее пространство. Что касается волос, они у меня вышли более светлыми и красочными, чем были до. На референсе их довольно сложно рассмотреть, потому что они сливаются с фоном, но поскольку фон у нас белый, то нужно их додумывать самостоятельно. Однако мне кажется, что на фото волосы имеют эффект мокрой укладки, или же их точно не мыли пару дней. У меня не получилось повторить такой же эффект, но принцип я постаралась показать. Я вижу, что художник стремился нарисовать мягкий переход от корней волос, кожи, головы, и это было действительно правильно. Я использовала тот же принцип, только показала его более интенсивно. Все, что я сделала, это добавила прядок, волосков и добавила холодных оттенков. Я думаю, что идея вам будет понятна, а уж детализировать можно бесконечно, главное не переусердствовать в этом деле. Подводя итог, я уверена, что не все сказанное мною можно воспринимать как работу над ошибками, но какие-то моменты, возможно, вас заинтересуют, и вы будете их учитывать. Настроение рисунка немного поменялось, и мне кажется, он стал более красочным и детализированным. Я знаю, что менять настроение работы не стоило бы, но все же дело вкуса и привычки дают о себе знать. Но я, правда, старалась, насколько я могла. По крайней мере, по сравнению с прошлыми роликами, мне кажется, есть какой-то прогресс в этом деле. Напишите, что вам понравилось и сказанного мною, и с чем вы были не согласны. Мне будет интересно почитать. А если вы хотите тоже поучаствовать в похожей рубрике, добавляйте свои работы в альбом по ссылке, и, возможно, именно ваша работа попадет в следующий ролик. Может быть, какие-то рисунки я не буду так тщательно переделывать, а лишь поправлять основные моменты и включать в ролик целую подборку работы. Мне кажется, что это было бы тоже весьма интересно. В общем, как-то так у меня вышло. Надеюсь, что вам понравилось. Жду от вас обратной связи. А на этом я буду заканчивать. Спасибо, что смотрели этот ролик. Всем добра, новогоднего настроения, и до скорых встреч. Всех люблю и обнимаю.